всем привет это еще один честный обзор на велосипеды стелс вот я себе уже купил второй велосипед стелс то есть вот у меня стоит мой 610 который я покупал в том году на балкончике в парадной стоит жены велосипед давал товарищу покататься тут ездили катались что на этом велосипеде что покажу сейчас еще один поломки не было не рвались тросики ничего вообще единственное не нюанс это вот на 610 с тормозами как бы постоянно подводил но это дешевые тормоза стоят как бы без претензий погоняк ну то я решил приобрести вот этот спросите зачем и почему все просто в колесах делал здесь кассета не трещотка тормоза гидравлические опять же shimano и блин колеса тут толщина колеса у меня 2 и 8 ну в принципе это нормальная ширина для такого велосипеда вообще для велосипеда такого класса монетки тоже шимана оливия помню вилка сантур и воздух масло но тоже кайфовая 100 миллиметров хода отличный велик едет без разницы по каким поверхностям а вот еще достопримечательность на то вот это вот ось передняя нормальная четко прочная ось для скептиков по поводу того что хреновые велосипеды стелс ребята хреново когда люди которые живут в этой стране свою продукцию хаят хорошая плохая что было понятно китайское говно в виде автомобилей это говно всегда будет как ты его там лоском и воском не на 3 каким бы она блестючим не было это останется на всю жизнь китайским говно но при всем этом все китайцы хвалят свои машины весь мир знает что это ведра но китайцы утверждают что это хорошие машины у нас наоборот весь мир считает что нормальные велосипеды неудок вообще во всем мире любит а у нас в россии все кричат о том что это говно ребята подойдите к зеркалу посмотрите в зеркал зачем вы сами себя обманывать вот велосипед стелс да там где-то я видел обзор там 670 и да там рама слизана с кого слизана она то что сделано три треугольника это не делает его то что там слизана с чё-то с джеки с джеки у него вообще ничего общего у него с кое-какими другими велосипедами больше общего чем жить здесь блин велосипед просто ну вот элементарно шовчики гладенькие стакан конусные уже под конусную вилку во шовчик я в магазине смотрел велосипеды которые за 150 тысяч были и там сварные швы абы какие все абы какое ссылаться на то что здесь вот эти переклюки торней стоят там или здесь и сера стоит они из lx какой-нибудь там или еще очень покруче блин я еще раз говорю это глупо эти велосипеды они сделаны и продаются не для соревновательной какой-то деятельности не для чего ты просто идешь покупаешь и велосипед вот этот велосипед я купил за 36 тысяч а теперь зайдите в интернет и посмотрите сколько стоит передняя вилка под конус и под 15 и колеса такого радиуса ну и потом сядьте и пообсуждайте о том сколько стоит велосипед стелс хороший он или плохой вообще обзор снимал конкретно для человека человек собрался покупать такой велосипед спроси у меня как вот снял все кайфово вообще все вот я просто реально кайфу я ездил и на санта-крузе ездил на джи ти блин я не спорю прикольный велосипед офигенский мягенько все кайфовый да ну ребята 300 тысяч я не занимаюсь и даунхиллом там кросс-контрейными гонками зачем мне такой велосипед зачем мне покупать за 150 тысяч велосипед и кататься не участвуя в соревнованиях или прыгая там по поребрикам этого достаточно и выдерживают метров комментариях писали оси погнулись ребята я 115 килограмм вешу я луна том 610 год отъездил я за этот год проехал причем год отъездил круглый и зимой и летом катался и ничего там не погнулась не заржавела не отвалилась не лопнула трещины нигде не появились ничего что у вас ломается что у вас сыпется что у вас ржавеет клиник и отваливается я вот езжу вот у меня три велосипеда стелс и для меня непонятно почему с чем вы сравниваете человек не пишет про какие-то ржавые крылья ребята какие ржавые крылья вот раньше в советском союзе раньше советском союзе да и трактора делали а сейчас вообще делают и что теперь короче покупайте стелс и форматы форварды хотя вот форвард такой велосипед свой просит меня два товарища купили один это там и каретка начала ходить сразу лишь заднем колесе короче тормоза там не знаю может попался не могу сказать а но он его как бы мощно не эксплуатирует но сотни в этом хорошие велосипед отлично просто и я не знаю зачем сравнивать допустим велосипед который сделал грубо говоря для простых людей кататься да ну скажем так это спортивного внешнего вида но о чем я теперь для на ржавом велосипеде кататься если я спортом не занимаюсь ребята так я вело спортом не занимаюсь я другим спортом занимаюсь у меня велосипед так для кайфа для фана погонять семьей покататься а мне люди там в интернете пишут блять я просто поражаясь чем они руководствуются тем что он работает в магазине взял кредит этот велосипед и теперь сидит там всем комментарии расписать о том что в такой он весь блять охуенный ценности разные по жизни а еще этот алюминий шестой не 60 60 еще легче рама вообще нифига не весит я не знаю так-то колеса веса добавляет но опять же вот колеса дала взять просто агроменский колеса все и покрышки китайский ну купит и туда швальбе за 4 косаря эти покрышки поставьте блять рези кайфу они легенькие мягкие все будет кайфу короче рассуждать можно очень долго до бесконечности велики классно вся деревня будут кататься на этих песок разнотипных разный по-разному эксплуатируют и вообще все вообще полностью разное потребление разных велосипедов и не от одного я блять не слышал чтобы чё-то ломалась у них или еще что-то только сидят эти гандоны блять самые натуральные блять в интернете как это сейчас как они хейтеры хуейтеры пидорасы это не хейтеры блять которые сидят не имеют понимания ничего блять и рассуждают еще людям свою точку зрения и позицию навязывают это вообще неправильно я вот как бы говорю честно это офигенный велосипед мне нравится если ты хочешь себе купить недорогой велосипед за ой не за для катания блин просто кайфовать были виде покупая не пальцы затем в магазине будут втуливать какой-то джиант или еще что-то подобное нахуй пошли да и все купи себе стелс потому что когда вот парадокс да вот мы с человеком покупали я покупал заказывал вот этот стелсу 110 у него как бы немножко раньше он купил этот жан и вот стелс так у него вот на этом странном джи анти блять обода загнулись на а велосипед стоил ну так на минуточку я свой за 16 купил а тут за 53 где-то он там блять ехал с горки блять в какой-то корень врезался горный велосипед у него обод передний сложился и это он носом полетел воткнулся задним колесом в дерево и загнул второй обод чё это за колеса а велик 53 косаря и ты уже туда не пойдешь не купишь за 2000 рублей обода тебе надо будет покупать их нормально это же джиант это вот как спортсмены да вот штанга блять есть простое железо обыкновенно если я лека вот все штангисты спортсмены тяжелоатлеты все вот елейка да это это лом но никто не скажет и спортсменов блять что у тебя штанга ржавая говно она же от этого не стало легче ты же ее также тяжело подымаешь она такая же тяжелая так же и с велосипедом у него два колеса цепи педали руль все остальное это нюансы нюансы на которых не стоит вообще заострять внимание покупая такой велосипед или думая о покупке такого велосипеда на этих нюансах вообще не стоит за заострять внимание когда ты приходишь магазин тебя там начинают втулевать там торнео там альтус там если тебе не предлагают дюор значит все это фуфлу вот и все начинаем рассматривать перекидки садил это дюор это так любительская но уже как бы уровень катайте на великах не слушайте никого